Интересное место, это, видимо, для обороны от горных коз. Если там место для помолиться, то место для помолиться очень хорошо охраняли, причем в две линии обороны, причем там мегалитическая стена. Круто, ни хрена себе оборона была от горных коз. А тут, наверное, стрелки обороняты сидели. Ух ты ж, смотри, тут ступеньки для очень узких людей, ни разу не волновод, просто такие узкие люди были. Или от землетрясения сошлось, там 10 сантиметров, наверное. Ну, заходи. Видишь, какие узкие люди? Туда никто не придет, кроме крысы и кошки. Как это для кошек? Наверное. Понимаешь? Чтобы кошки могли свободно забегать. Чтобы во время обороны не ущемить права кошечек. Как бы других вариантов я не вижу. Причем кошечки должны забегать, чтобы их дождик нет. Причем тут две линии обороны. Внешняя была все-таки с кирпичей. Все-таки кто-то потом решил достроить. Там какая-то хрена была. Я не уверен, что это свежее. Что-то наводил. Ох ты ж, ё-моё. Сколько тут разных открытий чудных. Так, то есть два уровня стеночек и там еще, но мы туда еще пойдем. Я пойду по этому ходу для кошек, точнее волноводу, вниз поснимаю, потом мы сходим туда и пора ехать дальше. Потому что сегодня нас ждет еще классная крепость. Ну, классика жанра. Это, видимо, чтобы стрелами не пробили. Раз, два, три, четыре, пять. Пятиметровая толщины сооружения, чтобы стрелами не пробили. А это, видимо, поклонение Фалласу было. Ёкарный бабай. Достроили кирпичом все-таки. Это крепость Звезда. Ну, понятно, что для помолиться. Огромные сооружения, многоуровневая крепость Звезда. Занесенная по самое не балуйся. Достроенная кирпичами. Как энергетический объект. Но нам втирают, что это храм Аполлона, Артемиды. Похериды, блин. Это что, сливное сооружение обычное? А зачем там ступеньки? Сливы для воды так не делают. На такой глубине. Охренеть. Причем это более новое. Восстановленное. Кирпич вообще более новый. А там старое. И я уверен, что вот тут еще один уровень. Надо посмотреть на угол карта сверху. Красотень. Ух ты, какая красотень-то. А еще одна дорога в сторону. Точно, чтобы стрелами не пробили. Мон, пять метров мегалитики. Чтобы к месту, чтобы к храму Аполлона враги атакующие не пробились. Причем двойной слой внешних валов из кирпича. И внутренний, как в Сербии, в Белграде. Из белого камня. А это для воды исключительно слив. Ой, е-мое. Ой, это умывалки. Без вариантов. Сюда факелы ставили. Или рассаду сажали. А это чтобы враги сюда забегали и по ним стрелять. Однозначно. Три метра. Толщиной. Ни одной стрелой не пробить, мне кажется. Ни одной. А вон там, вон кирпичи. Вон там такое же, только кирпичное было. Класс. Это более старое. А потом вот металлом сделали поновее. есть. Вот то, что я говорил. Красотень. Это умывалка. Без вариантов. Ни хрена себе. Красота. Да, и тут полно кирпичных всяких хреней. Просто прелесть. Опять. Просто прелесть. Опять. Тут белое. Тут темное. На что хватило белого заливки порошка? На то хватило. Вот не могу. Буквально каждый можно сантиметр изучать. Термический удар откололось. Оплавление откололось. Вот сюда был прилет. И очень большой взрыв сверху сначала. А потом добивали тех, кто сопротивлялся. Вот это вследствие большого прилета, оплавления. Вот они тут видны. Да, зубила. Опять медные зубила. И тут были ворота. Дверцы. Но исключительно медными зубилами тут все сделано. Да, тут был вход. Тут был вход. Как в Белграде. Технология одна. Но вот оплавления в Белграде такого не было. Вот мы выбрались наверху. Вот там были ворота. Мы только что были. Спустился я вниз. Вот ни разу не похожи на крепость звезду. Ни разу древние не знали про крепость звезды. Совершенно. Древние могли только вот такую кривую. Древние греки только кривые стены строили, да? Смотри, вот руки бы оторвать этим древним строителям. Это просто оскорбление Аполлона. Вот такими неровными хренями, как в Питере. Фаска и тут вот такое. Вот в Питере такие же абсолютно блоки. Бракованные однозначно. По краям фаска. А тут шершавая, чтобы излучало все-таки. Но в Питере таких кривых не есть. Есть такая кривая стена в Питере. Точно. Питерские. Стряпчие. О! А это, наверное, бассейные. Ну, как бы жарко. Притащил снизу. Непонятно откуда воду вылил. Через два часа она высохла или через два дня. Зато немножко искупался, ну это же логично. По-моему, тут количество треугольничков зашкаливает. Вон треугольничек. Вон треугольничек. Однозначно Аполлон. Однозначно. А! И треугольничек. 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 Треугольничек перевёрнутый. Треугольничек. Что за нахрен? Треугольник. 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 Еще один. Оплавление снесено. Треугольнички. Треугольнички. Ну, понятно, буква А скажут. Аполлон же. Причем где-то белый, где-то с песком добавили какой-то цвет. О, какой-то фаллос. А тент или антенна все-таки 50 сантиметров. Надо же. Из цемента. Это какое-то долото каменное. Или гигантские… Нет, ну, либо ракета каменная. Либо какой-то дилдо для великанши. Такие варианты. Я думаю, что это обелиск. Обелиск? У меня нет таких. Для помолиться, точно. У меня нет таких. Конечно. Ты же не такая. Я в курсе. Вот. Оскорбление Аполлона продолжается кривой стеной. Круть. Просто круть. Классика жанра. Экскурсоводы съебались. Ибо испугались моих вопросов. Откуда цемент взялся. Откуда кирпичи взяли из Древней Греции. Откуда железо взялось. Круто. Цемент все-таки был в Древней Греции. В огромных количествах. Это вот как в Бангладеш. Один в один. Такие же стены. Такие же. И такой же белый, с хренью, цемент. Это просто не уезжал из Бангладеш, называется. Да, и улавление не важно. Ну, конечно. Там была одна полукруг. А после изменения параметров подстроили, сделали другую. В этом же месте силы. Смотри, одна стена была. Мегалитика. А потом достроили получше, поаккуратнее, под новые частоты. Закончили. Новый антизиатр сделали. Абсолютно. Можете посмотреть высоту. На волну. Там стояло приемное устройство. Передавалось вот на те. В общем, специалисты по антеннам могут все понять. И уводило туда. Это новые подстроечные. Раньше давалось на тот храм. Но потом все на стройке сбились. Но потом восстановили это место силы. Фильтр поставили. И все заново заработало. И тут вбок. Наложение двух полей. Вот одно было. И вот еще одна линия. Такая же. Волновод там. И волновод вот он идет. Вот это вот еще один волновод. И уводило туда. Круть. Классика жанра. Везде. В Сербии так. Такие же. Выбоины. Они могут быть квадратными. Они могут быть прямоугольными. Это энергообъект. Энергостанция. Причем была до первого потопа. Подстроили после второго потопа. И окончательно расхерачилось все вторжением. Где-то 1800 года. Двухсотлетней давности. Восемьсот. Восемьсот десятый. Где-то так. Все это было. Да. А это посередине люди шли. Ну конечно. Все-таки волновод. На другой частоте. Но красотень. Главное. Мы пошли дальше. Вот явный пример того. Насколько не хватало кирпичей. Аж насквозь. Нехватка кирпичей шла. Просто насквозь. Да. Вот они старые. Излучатели. А сделали новый. Это уже не важно, что было. Под новые частоты. Круто. Это вот старые. Они перестали работать после изменения орбиты, после изменения вращения и так далее. Все частоты изменились. Сильно потрепало землю матушку. И они сделали новые. Подстроечные. Уже из кирпичей. Из того, что было. Но по-прежнему по тем же технологиям. И все заработало. Вот здесь это фильтр стоял. Частотный фильтр. Иногда в антеннах такие же крестики делаются. Красотень. Красотень. Вот это совершенно в другое время. Какие-нибудь францисканцы в 18 веке прибежали просто вангую, вангую. И построили. Сначала они построили вот это вот из такого же кирпича, как там, внешний вал. А потом сделали вот такую вот каменную крепость. Удивлен, что все с элементами кирпича все-таки сделано это все. Просто вангую францисканский монастырь. С такими же сводами, как и... Ага, ну вот оно, да. Заливка. А тут кто-то просто нарисовал медными зубилами. Львов же херова туча была везде. Поэтому для льва сделали конуру. А это бойницы отстреливаются. Ни разу не щелевые антенны. Бойницы. Написано же. Официальная история врать-то не будет. Вот. Камешки. Смесь кирпича. Вот из того, что было. Просто построили из всего, что было. Но что-то мне подсказывает, что это постройка хозяйственная. Того же возраста, что и амфитеатр. О, а это просто на задворке спихнули. Францисканцы не дотащили туда, либо отсюда-сюда тащили. Надо же. Что за хрень тут? О, крыша. Сразу видно. Да кто здесь? Блин, какие-то черви. Ну, скажут, что это современное. Но что-то мне подсказывает, что это ни хрена не современное. И вот это не похоже на современное. То же самое. Смесь белого и обычного бетона. И это то же самое. Крестики, крестики. Вот вангой, что половина из этого, если не все, найдено там, в амфитеатре. Но чтобы картину не портили, вот это явно не монахи христианские сделали. Но крестики явно христианство. Треугольничек не христианский символ. Ухти! А тут прямо инструкция. Три треугольника, знак радиации. А это вообще мальтийский крест. Удивительно. Вот как это объяснят историки? Да никак. Так. Ромбики, ромбики, круть. Мои любимые ромбики. Ага. А это тут треугольнички даже. А вот тут ромбики. Вот тут ромбики. Вот красивый камешек, который надо бы забрать, по идее. Но он слишком большой. И увидят, что мы его прихватизировали. О! Ну это скажут, что современное. Но это ни разу не современное. Там такие же, смотри. Смотри, такие же цветочки, как там, на могиле какого-то Аполлона. Видишь? Вон я увеличиваю. Вон они. Вон они. Значит, вот это здание и та могила одного времени постройки. Значит, вся официальная бредоистория – это лютая дичь. Просто лютая дичь. О, вновь налепленный новодел. Что и требовалось доказать. С железом современным. То есть, изначально этой лестницы не было. Крестики налепили, надо же. И штукатурку лепят. Ну ладно. А вот эти камешки старые. Вот это старые. Налепили сверху из того, что было. А вот это саркофаг. Но почему-то из цемента. Однозначно саркофаг. Могила. Без вариантов. Но он не вписывается ни в новую историю, ни в старую. В Англадеше тоже такие видел. Это не ванна для пастирушек и не место для захоронения. А вот здесь можно найти черепицу с элементами оплавления. Тут пока с узорчиками есть. Потому что эта черепица была наверху. Но это сойдет за эти. Кстати, хорошо звучит. Вообще просто прелесть. Керамика такая большая. Как ее обжаривали только. Хрен знает сколько лет назад. По официальной версии. Классно. Ну вот элементы стены. Звезды крепости. Классика. Какую чушь нам втирали. И вон опять какой-то пенис. В общем вся эта официальная история это полная чушь. Вся официальная история этого места. Бред. Бредовейший. Вон зубилами камни вытесанные. С дырдочками. Просто бред. Вот та же технология. Вон они. Железки. Железки вон там. Такие же встроенные. При заливке. Вот эти крепления. Они при заливке сделаны. Их не потом просверлили. Они тут нахрен не нужны, чтобы их просверлили. Но их сделали при заливке. Вот это сделали. Вы скажете современные? Не соглашусь. Оно очень хорошо встраивается в этот весь комплекс. Слишком хорошо. Ну вот насчет этого спорно. Это пристройка. А то, что вот это вот все. При заливке. Вот оно. Как заземление похоже. Современное, несовременное. Ну а вот это как объяснить? Это не похоже на заземление. Это крепление, как металлосвязи. Такие же его наверху. С точки зрения архитектуры их объяснить невозможно и незачем. Он уже идет на дыбало каких-то фруктов. Жрет. А ну да, их полно везде. Тут еще апельсины растут. Облепленные деревья до дороги. Постоянный соблазн остановиться и пособирать. Они просто издеваются. Ладно, я отвлекся. Еще раз покажем вот это вот. То, что скорее всего куда-то денут в очередную стену, чтобы глаза не мозолили. Потому что объяснить, как в греческом зале появились крестики, официальная история не хочет и не может. И что означают тут вот эти вот царапинки, кракозябинки, рисунки. Очередное доказательство бредовости истории официальной. Просто. Я думаю на сегодня достаточно для этого места. Достаточно. Вот. Такой же. Такой же цемент. И такие же железки. Это не похоже на современное. Это вообще ни разу не современное. Но зачем оно тут? Зачем оно тут? Вот оно. Как типо пояс укрепления. И там такой же. И наверху такие же крепления. Но это явно типа христианские. Не знаю как сейчас слышно или нет меня. Ветер. На сегодня достаточно. Добра.